Никита Георгиевич, расскажите, пожалуйста, как вы добились успеха? Еще одна лекция на тему. Надо много работать, хотеть достигать успеха и тогда все получится. У нас была такая шутка на русском радио о том, что я не хочу много зарабатывать, я хочу много получать. У нас большинство людей, которые говорят о желании добиться успеха, хотят не добиваться успеха, а хотят получить благо, которое с этим успехом связано. Причем желательно ничего для этого не делая, кроме гундения на кухне о том, как все плохо. Поэтому тут, собственно говоря, 6 лет пошел в школу, в 16 закончил физико-математическую школу с золотой медалью, поступил на два факультета, с первого курса работал. Какие еще могут быть рецепты? Занялся общественной деятельностью, политической деятельностью, побеждал, проигрывал. В конечном итоге, как говорят великие, неважно, сколько раз ты падал, важно, сколько раз ты умудрялся после этого вставать. То есть вы изначально были заинтересованы в сфере политики, допустим, в юности? Я был заинтересован в максимальной самореализации. И, собственно говоря, до того, как я занимался политической деятельностью профессионально, я занимался в качестве факультатива, в дополнение к своей бизнес-деятельности, в качестве одного из руководителей крупного финансового холдинга в Пермском крае, работал депутатом параллельно-законодательного собрания, председателем комитета. Ну а потом решил, что для меня вопрос моей самореализации в бизнесе, он уже как-то подошел к какому-то логическому завершению. Мне интересно заняться сферой общественно-политических отношений. У вас есть какая-нибудь мечта самая сокровенная? Есть, но сокровенная мечта потом называется сокровенной, что о ней не говорят. То есть поэтому она есть, но я вам говорить ее не буду. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в свободное время, если, конечно, оно у вас бывает? Свободное время у меня мало, но я стараюсь заниматься спортом. Плаваю, стреляю, играю в теннис. Хорошо, спасибо большое. Всего хорошего.